Итак, всем привет! Сегодня небольшое видео Lightroom для начинающих. Ещё раз повторюсь, это не профессиональная обработка, это видео для людей, которые только-только начинают знакомиться с Lightroom. Это видео для совсем начинающих фотографов, либо для любителей, либо вообще для людей, которые хотят обрабатывать свои домашние и бытовые фотографии, сделать их поинтереснее. Будет два видео. Сегодняшнее видео максимально упрощённое для того, чтобы максимально облегчить знакомство с Lightroom и именно с обработкой в Lightroom. Второе видео будет более углубленное для тех, кто захочет разбираться в Lightroom посильнее, поинтереснее. Поэтому сейчас мы разберём самый минимум, самых необходимых деталей для работы в Lightroom. Итак, вот так вот у нас выглядит Lightroom. Я не советую устанавливать русскую версию, потому что, посмотрев это видео, вы поймёте, что настроек в Lightroom не так много, и большая часть, процентов 90 из них интуитивно понятны, и запоминать там ничего не надо. Первая наша задача — это загрузить фотографии в Lightroom. Когда я прихожу домой со съемки, я втыкаю флешки в компьютер, сбрасываю их без Lightroom куда-то, куда мне надо, так мне проще, так мне удобней, и всё. Когда я открываю Lightroom, я захожу вот сюда, вот раздел «Library». Если у вас вдруг этот раздел закрыт, вот так вот, то нажмите вот на этот треугольник, он появится, и здесь нужно выбрать «Library». Дальше всё очень просто. Нажимаем кнопочку «Импортировать». Здесь у нас открывается вот такая штука, обычное дерево каталогов, оно одинаково абсолютно везде, хоть в Word, хоть в Photoshop, хоть в Excel, хоть где. И здесь мы ищем папку, где у нас находятся наши фотографии. Я её назвал «Работа 3» для работы. Всё, я их нажал. Это фотографии, которые я буду обрабатывать, и просто нажимаю кнопку «Импортировать». Более подробно о возможностях здесь я расскажу в следующем видео, если они вам будут нужны, но сейчас упрощённая версия. Просто нажали кнопку «Импортировать», и всё. Вот у нас пробежала строчка. Если фотографий очень много, то Lightroom довольно долго их будет импортировать, поэтому, когда я прихожу со свадьбы, я ставлю импортировать, и иду там пить чай, отдыхать, своими делами заниматься, и какое-то время он меня всё это делает. Всё, у нас строчка добежала до конца. Здесь мы ничего больше не делаем. Заходим в вкладку «Develop». Обработка, по сути. Итак, первое, что здесь есть, это баланс белого. То есть оттенок, температура фотографии. Часто бывает, особенно у начинающих фотографов, что вы сделали фотографию, глазами она вам нравилась, а сфотографировали, она получилась вот такая вот штука. Очень у нас жёлтая. И исправить эту ситуацию можно двумя вариантами. Можно взять пипетку и тыкнуть на что-то белое, поискать, видите, и одним движением становится у нас цвет намного лучше, чем был. Есть вариант, если с пипеткой не получается, можно взять режим «Авто», допустим. Он попытается автоматически подогнать, как он считает нужным, но подогнал он, по-моему, не очень хорошо. И есть вариант ещё руками докручивать. И ещё один момент с пипеткой. Когда вы только откроете Flight Room, впервые запустите, и она у вас будет неудобно работать. Вот вы тыкнули на что-то белое, и пипетка автоматически убралась сюда. Если вы хотите тыкнуть второй раз, вам нужно опять её взять, опять тыкнуть сюда, и она опять убралась. Для этого необходимо выбрать пипетку и внизу убрать галочку «Автодисмисс» какой-то. То есть просто убираем эту галочку, и теперь мы можем сколько угодно тыкать пипеткой и выбирать цвет, который нам больше всего подходит. Как работает пипетка? В идеале баланс белого настраивается по серому цвету, 18% серый цвет, но в реальности он довольно редко бывает, поэтому чаще всего у нас есть что-то белое. Баланс белого лучше всего настраивать по серому, по белому, либо по чему-то чёрному. Если это на улице, очень часто очень клёво получается настраивать его по асфальту. Допустим, тыкнули в асфальт, и он довольно классно нам всё подобрал. Допустим, мы заходим в какую-то комнату, я вижу, что там довольно плохой свет, я обязательно сфотографирую так, если у нас нет невесты там в белом платье, какая-то другая съёмка, нет никаких людей в белой одежде, я сфотографирую что угодно, что там точно было белое. Может быть там кондиционер на стене висит, может быть какие-то на столе салфетки лежат, сделают одну фотографию с чем-то белым, чтобы мне потом было легче тыкнуть туда и подогнать свет. Либо ещё можно потыкать в чёрное, но чёрное, как правило, хуже всего работает. А если у вас хорошая фотосумка, практически во всех правильных фотосумках внутренняя часть сумки сделана из серого цвета, её можно поставить куда угодно, это именно тот 18% серый цвет, по которому идеальнее всего настраивается баланс белого. Поставили, открыли свою сумку, сделали фотографию, чтобы было внутреннюю сторону видно, и всё, по ней можно настроить баланс белого. После того, как мы это сделали, мы можем ещё немножечко подправить, то есть мы можем сделать фотографию потеплее или похолоднее. Ну, допустим, вот у нас есть такая фотография, мы там потыкали, вроде нам нравится, но кажется, что слишком сильно, и можем немножечко решить прибрать баланс белого. Допустим, вот так мы хотим оставить. Крайне редко он, пипетка работает идеально, поэтому чаще всего тыкнули, нашли вариант, который нам как-то больше по душе, и потом его немножечко доделали вот здесь, вот как по вкусу, нравится, не нравится. В общем-то здесь всё очень просто. Настроили, как нам нравится, подкорректировали, если были какие-то вот ошибки, как в этом случае, мы их исправили, и вот у нас было так, стало вот так вот, всё клёво. Очень важная кнопочка, находится она над Enter, слэш, которая кривая. Когда вы на неё нажимаете, вы видите, как была фотография вот до вашей обработки, как она стала. Какой ещё очень важный момент для начинающих ребят, если вы не знаете, что такое RAW или JPEG, у меня есть видео конкретно об этих двух штуках, там всё подробно рассказывается. Что нужно знать? Если вы снимаете в JPEG, возможности этого баланса белого, они будут ограничены. Если фотографию, допустим, вы открыли, а она в JPEG у вас выглядит вот так как-то, совсем уже ошибка произошла, уж очень жёлтая, то, скорее всего, JPEG вы не исправите, потому что всё равно будут неприятные оттенки. Если вы снимаете в RAW, фотография по умолчанию будет выглядеть тухло, но вы без потери качества во всём диапазоне можете двигаться и получить классный результат. Следующий бегунок, бегунок это экспозиция, то есть он делает фотографию светлее или темнее, то же самое, что если бы вы при съёмке сняли чуть светлее или темнее. Если вы снимаете в JPEG, то движения небольшие можно делать, там буквально на несколько шагов, иначе будет потеря качества. Если вы снимаете в RAW, то движение часто можно сделать побольше, и это потери качества не принесёт. То есть этот бегунок почти то же самое, что если бы вы во время съёмки настроили свой фотоаппарат так, чтобы он снял чуть светлее или чтобы он снял чуть темнее. Есть у нас 4 бегунка, которые часто путают ребят. Highlights, shutdown, white и black, то есть самое светлое, тени, белые и тёмные, самые тёмные части фотографии. К примеру, есть у нас вот такая фотография, мы тыкнули, посмотрели, тут по балансу белый автоаппарат хорошо сработал, поэтому даже ничего делать не надо. У нас ещё вот здесь вот эти все вкладки можно закрыть, а вот здесь у нас сохраняется всё наше действие, и мы можем в истории, написанных истории, возвращать обратно, если вдруг где-то мы ошиблись, что-то пошло у нас не так. Можем сделать просто чуть теплее фотографию, и ещё одна вот здесь рамочка, которой тоже часто пользуюсь, это кадрирование. На неё тыкнули, и можем немножечко скадрировать фотографию, чтобы она стала у нас поровнее. Можем сделать теперь, мы уже знаем, чуть светлее, допустим, и всё, и вот эти 4 бегунка. Первый бегунок, highlights, он отвечает за самые светлые части фотографии. Он практически не воздействует на средние, и вообще не воздействует на тёмные части фотографии. У нас здесь есть вот потеря информации в светах, и мы можем немножечко, пошевелив его, видите, оказалось, что у нас тут не всё белое, а есть прям куча деталек. То есть было вот так вот, всё белизна, стали шевелить, даже на JPEG, если не совсем уж пересвечено, можно много деталей вернуть из светов. И здесь у нас детальки появились. Мы сейчас через один перескочим, мы рассмотрели вот highlights, а теперь давайте white. White – это не самые светлые, но очень светлые части фотографии. То есть самые светлые – это highlights, а просто светлые части фотографии – это white. И когда мы убираем highlights, у нас фотография, части возвращаются вот здесь вот, да, в пересвеченных, но фотография немножко тускнеет. Поэтому желательно работать в паре, и этот бегунок пошевелить в эту сторону, и у нас в фотографии начинает появляться какой-то объём. Особенно это вот по лицу заметно, раз, и вот лицо у нас возвращается. Было вот здесь, вообще ничего не видно, сейчас мы сделали, здесь детальки видны получше. В большинстве случаев, если нет серьёзных ошибок, эти два бегунка работают в паре, и если один движется в одну сторону, то желательно второй подвинуть в другую сторону, чаще всего. И такая же ситуация с шедауной, то есть тени и блэки – это совсем тёмные места. Если мы сейчас будем шевелить тени, смотрите, то есть с прической у нас особо ничего не происходит, потому что оно очень тёмное. А вот с тёмными частями, например, с лицом, оно начинает темнеть. При этом вот именно темнеет тёмная часть лица, светлая мало изменяется, потому что этот бегунок будет задействовать на тёмные, не самые тёмные, но просто тёмные части фотографии. На светлые он практически не задействует. А если мы будем шевелить этот бегунок, у нас в первую очередь именно самые тёмные части фотографии становятся ещё темнее. Вот особенно это по заднику видно. Получается, что чаще всего эти бегунки также работают в паре. Если мы один бегунок подвинули сюда, то этим бегунком мы компенсируем. Если бы этот надо было подвинуть бегунок сюда, то этим бегунком компенсировали. Например, у нас есть фотография, которая нам, в общем-то, нравится, допустим, она нам нравится, но у нас она получилась слишком тёмная, вот такая какая-то. И мы хотим, чтобы нам больше было видно интерьер, больше видно информации в тенях. Мы можем вот эти тени вернуть немножечко, да, и оказывается, что фотографий много всего. Мы могли бы сделать вот так вот, но тогда у нас с платьем беда происходит. А так мы шевелим этот бегунок, с платьем ничего не происходит, а информация в тенях, картинку мы видим там. Но при этом фотография становится немножко плоской, поэтому мы можем вот этим бегунком вернуть немножко контраст сюда. В большинстве случаев бегунки у нас работают парно. Если мы хайлайты пошевелили вот сюда, а чаще всего мы шевелим их влево, то желательно поднять white в эту сторону, чтобы компенсировать, чтобы фотография не выглядела бледной. Если мы один из этих бегунков пошевелили в одну сторону, то желательно по другой пошевелить в другую сторону, но чтобы фотография не потеряла контраст и при этом больше информации будет в деталях и в тенях фотография будет выглядеть интересней. И вот часто бывает такой момент, что здесь мы все настроили, все у нас идеально, но нам бы хотелось, чтобы фотография была чуть контрастнее или чуть помягче. А если начинаем двигать один из этих бегунков, то все у нас теряется и становится что попало и мы не получаем нужный результат. Вот именно в таких случаях, когда здесь все настроили, нам нужно что-то сделать с контрастом, тогда можно немножко контраст подвинуть. Либо сделать все чуть контрастнее, либо сделать все чуть помягче. И вот тогда после работы вот с этими бегунками мы можем пошлить вот этим бегунком. Еще вот эти вот три бегунка, которые тоже очень интересны. Первый бегунок Clarity, это почти то же самое, что контраст. В этой фотографии мы это разберем, контраст и Clarity. По сути это одно и то же, но Clarity это локальный контраст, он делит фотографии на много маленьких участков и находит контраст между ними. А контраст обычный, это контраст всей фотографии в целом. То есть обычный контраст работает так, он видит вот это огромное белое пятно, вот здесь вот скорее всего он даже вообще все это увидит как одно целое светлое пятно. Все это он видит как большое темное пятно. И когда мы шевелим, у нас происходит все это в целом становится темнее, все вот это вот в целом становится светлее. Clarity же работает немножко по-другому. Он видит, что вот здесь вот есть темненькая полосочка, здесь есть светленькая. Здесь есть тёмненькая полосочка, здесь есть светленькая, и он не расценивает это всё как одно светлое пятно, он всё это делит на маленькие части тёмного и светлого. И маленькими частями увеличивает контраст, и вот насколько у нас меняется это всё. Например, у нас женский портрет. Мы хотим сделать его просто мягче. Мы можем сделать Clarity на минус 10, минус 17 по ситуации, и у нас женское лицо становится помягче. Это полезно, когда есть какие-то дефекты кожи, когда кожа не очень хорошая. Мы можем сделать лицо мягче, без потери качества в резкости. Ресницы, волосы, все эти нужные места останутся резкими, а кожа станет помягче. Либо когда мы снимаем жениха, и мы хотим сделать его более брутальным, мы можем сделать в плюс небольшой. Но, как правило, стараюсь там не больше плюс 10, плюс 15 пользоваться. Фотография будет чётче, резче, и как бы мужчина будет более брутально выглядеть. На женских, на детских фотографиях в минус увожу. На ростовых, групповых фотографиях стараюсь тоже сделать небольшой плюс. Она становится так по детализированию, по интересу. Не важно, там мальчики, девочки, когда вы весь рост, то деталек становится побольше видно. Следующий инструмент это Vibrance и Saturation. По сути это одно и то же, то и то это насыщенность. Но насыщенность, которая Saturation, это обычная насыщенность. Мы начинаем шевелить, и он бездумно всю фотографию либо делает менее насыщенной, либо делает более насыщенной. Никакого анализа, никакого математики он не производит. Vibrance работает по-другому. Смотрите, если мы Saturation задрали на максимум, вот что произошло с лицами, и всё очень сильно увеличилось. Если Vibrance задрали на максимум, сработало немножко не так. Лица стали мягче, а задник у них стал насыщеннее, сильнее увеличился. Vibrance же анализирует фотографию. Сначала он подтягивает более слабые по яркости цвета, доводя их до общего уровня, а потом уже со всеми поднимает насыщенность, но при этом таким образом, чтобы на оттенки кожи как можно меньше задействовать. Если у вас есть некая фотография, в которой вам очень сильно не хватает красок, не хватает цветов, вы можете просто приподнять Vibrance. Цветов станет ярче, фотография станет интереснее, при этом кожа не пострадает. Можно приподнять Vibrance, если чуть не хватает, то слегка Saturation. И вот такой вот полезный инструмент, он у вас будет открываться вот так вот. Я советую сразу включить режим L, чтобы он показывал все. Здесь всё очень просто, интуитивно, и здесь большие есть возможности фотографии. У нас есть 8 основных цветов, с которыми мы можем работать. Например, вот эта фотография. Нам здесь очень не нравится, что здесь очень мало цвета. Мы задрали Vibrance очень сильно. Всё нам очень понравилось, но шубка у нас стала синего оттенка. Нам это не нравится. Мы можем взять, выбрать раздел Saturation, выбрать цвет Blue, синий, и убрать у него насыщенность. То есть, если здесь мы можем только всей фотографии насыщенности добавить, там немножко по-умному, но всё равно топоробов всё увеличится, то здесь мы можем убрать насыщенность чисто у одного цвета, либо наоборот этот цвет усилить, но здесь нам надо его убрать. Также мы смотрим, что нам всё нравится, но хотелось бы, чтобы именно оранжевый цвет был поярче, да. И мы можем добавить насыщенность ему вот здесь вот. Очень часто, когда есть у нас что-то белое, там есть паразитные оттенки. Чаще всего это синий, поэтому чаще всего этот бегунок убирается у меня вот сюда вот. Очень много манипуляций с цветом кожи, потому что кожа должна на фотографиях быть хорошим, поэтому оранжевый чаще всего у нас то сюда, то сюда от нужды идёт. За цвет кожи в первую очередь отвечают оранжевые цвета. И ещё, например, вот такая фотография. Мы тут задрали насыщенность. Мы понимаем, что кожа стала слишком. Мы можем кожу немного ослабить, цвет кожи, и, допустим, ослабить немножко цвет зелени слегка. И теперь мы хотим, чтобы зелень была не такого неприятного жёлтого цвета, чтобы она была поблагородней. Для этого у нас есть вот этот блок. Здесь мы выбираем цвет и говорим ему, в какую сторону мы хотим его склонить. Допустим, мы выбираем зелёный, но хотим, чтобы всё зелёное у нас было не столько жёлтое, как вот в эту сторону, а больше синее холодное. И мы можем его пошевелить и сделать зелень поинтереснее. Ну и опять убрать насыщенность чистой зелени. И вот у нас цвет стал уже дороже у зелени. А, ещё есть такая классная штука. Вот здесь вот эти вот выключатели мы можем выключить и увидеть, как было без обработки у нас. Именно не без всей обработки, а именно только без обработки вот этими инструментами. Ну, в общем-то, здесь всё интуитивно понятно, да. То есть у нас есть какие-то цвета, и если мы хотим какой-то цвет сделать с уклоном в другую сторону, то мы этим спасаем. Я думаю, на любительском уровне вы не часто этой штукой будете пользоваться, а вот этой штукой часто. У вас что-то получилось, вам всё понравилось, но какой-то цвет у нас очень выбивается из общей колеи, и поэтому можем брать ему насыщенность. И вот это вот тоже полезная вещь. Опять же, все те же 7 цветов, только она позволяет сделать их светлее или темнее. Например, нам нравится, как у нас получилось кожу, но кажется, что лица немножко темноватые. Мы можем раз и сделать оранжевый посветле, и на лицах так объём получился, как будто мы чуть ли не со вспышкой фотографировали. Получилось так по-интересному. Например, на зимних фотографиях это часто актуально. Мы задираем насыщенность, чтобы у нас появился цвет фотографии, оттенки всякие. Чуть поправили баланс, чтобы он стал потеплее. Но у нас есть снег, который часто, ребят, синева получается. Есть белое платье, которое у нас синева получилось. Даже сейчас ещё подзадерём. Вот кожа мне нравится, как вышло, а оттенки снега и платья не нравятся. Поэтому мы можем убрать насыщенность из цвета, либо совсем её убрать, либо немножечко оставить, как больше нравится. И теперь мы начинаем шевелить этот бегунок. И видите, у нас снег становится как бы чище. Тут, конечно, без перебора, чтобы совсем в белизну не ушло. Но мы можем сделать снег поярче, почище. То есть мы убрали цвет, насыщенность синего цвета, но информация в том, что здесь содержится синий, она осталась. Поэтому, когда мы шевелим, у нас яркость работает. Смотреть, можно немножко добавить насыщенность оранжевого. Получается интереснее. Вот фотография была какая у нас. По сути, я вот два бегунка здесь пошевелил, чуть-чуть баланс белого, и вот этими бегунками всё стабилизировал. И вот пять бегунков сделали из бледной фотографии вот такую фотографию. Движение хайлайцев здесь 100% очевидное, потому что есть какие-то моменты прям пересвеченные. Поэтому мы обязательно их вернём. Раз мы хайлайцы пошевелили, то обязательно мы вернём вайты белые, чтобы фотография повернулся объём. Нам кажется, что контраста не хватает, но мы не знаем, как этим и сделать. Можно потыкать на угад, поэкспериментировать, можно немножко вот так вот поднять, и всё, фотография стала интереснее. И вот что мы сделали. Очень легко, без каких-то заморочек, без каких-то там супер тонкостей и прочего, и прочего. Мы уже что-то сделали интересное. Про эту штуку тоже ничего не буду рассказывать. Ей пока пользоваться не советую, просто закройте её. Ещё один момент. Это детали или там резкость, грубо говоря. Если вы снимаете в JPEG, там уже добавлена авторезкость. Фотографии, как правило, довольно хорошие. Если вы снимаете в RAW, вы их открываете, и у вас печаль. Мало того, что фотография довольно серая и унылая, она ещё и не резкая. Как пользоваться резкостью? Первый бегунок, ну это тупо резкость. То есть просто вот увеличиваем, уменьшаем, увеличивается резкость. Желательно фотографию приблизить посильней. Вот так было, вот так стало. Да, она становится всё резче и резче. Вот эти настройки, две штуки, никогда ими не пользуюсь, оставляю всегда так, как они есть. Это настройки вот этого бегунка. Ну, просто пока не забивайте голову. И я, и практически все мои знакомые фотографы, профессиональные, их не трогают. Только вот это шевелят. Здесь есть второй момент, которым пользоваться я очень советую, особенно на женских портретах. Это важно. Мы хотим добавить резкости. И смотрите, что происходит. У нас резкость добавляется и там, где надо. Допустим, вот волосы стали резче, это всё классно. Но у нас резкость добавилась к лицу, а это прям всё довольно плохо. Да, оно портит лицо. У нас есть такая штука, как маскинг. Маска переводится. Смотрите, если мы зажмём Alt и начнём этот бегунок, вся фотография у нас стала белым. Когда фотография вся белая, он показывает, что он одинаково сильно резкость применит ко всей фотографии. Мы начинаем вести, появляются тёмные и белые, чёрные и белые пятна. То, где чёрное, он туда резкости не добавит. То, где белое, он туда резкости добавит. Мы стараемся довести так, чтобы у нас на лбу, на щеках было минимум или вообще не было белых пятен. А вот в тех местах, где нужно добавить, это глазки, губы, допустим, какие-то складочки на губах, волосинки, туда мы добавим резкость. Получается, что в местах, где у нас резкость нужна, они стали очень резкие, в местах, где резкость не нужна, они стали... А, и резкость их не затронула. Это важно. Если фотографии обычные, не крупный женский портрет, то я просто ставлю примерно на серединку и всё, ничего не делаю. Но когда это женский крупный портрет, то обязательно вот сальтом веду и ищу какой-то подходящий вариант. И ещё один момент, ребят, это вот борьба с шумами. Ну, я думаю, все знают, когда мы на высоком ISO или когда у нас там недостаток света, какие-то проблемы, на фотографии получаются очень шумные. Если уж совсем беда, что в фотографии все в шуму, уже ничего не сделаешь. Но если это небольшой шум, то с ними можно бороться. Ведь же не советую сильно забивать голову, просто вот этот бегунок Lumination и вот этот бегунок Color, они отвечают за два вида шумов. Их просто можно поставить посильнее, и всё, и они будут у вас всегда бороться с шумами. Ну и давайте сейчас ещё раз, используя самые основные инструменты, убедимся, как легко работать в Lightroom. То есть фотография по яркости нас в принципе устраивает. Может быть, чуть светлее я её сделаю. Попробую найти баланс белого. У нас тут чего-то белого нет, поэтому давайте потыкаем в чёрные, может быть, вещи. Получается не очень. Можно в белок тыкнуть. Ну, кстати, вот тыкнули в глаз, вроде мне нравится. Было так, стало вот так вот. Хотя, наверное, чуть теплей. Ну и давайте задерём насыщенность. Вот у нас насыщенность подняли, уже стало что-то интересное получаться. Теперь мы вот сделаем, у нас есть на носу немножечко, на щеках какие-то засветки, да, вот они. Сделаем их, чуть приглушим, но вернём этот бегунок сюда, чтобы у нас сочность появилась. И можем, а даже с этим ничего не буду делать, чуть увеличу контраст. Так как это у нас девочка, мы можем клирить, клирить и немножко опустить. Лицо станет помягче. Теперь давайте вот сюда вернёмся, и здесь мы яркость кожи только поднимем. Когда мы поднимаем яркость кожи, у нас какие-то складочки становятся менее заметны, какие-то дефекты кожи становятся менее заметны, и у нас без какого-то ретуши, там, в серьёзной фотошопе, кожа становится намного лучше. Можно даже ещё вот поднять насыщенность, и вот что мы сделали. Была вот такая фотография, стала вот такая, и минимальными настройками в Lightroom. Этого достаточно, чтобы на бытовом уровне поправлять фотографии. Опять же, заметьте, все бегунки у меня двигались в небольшом диапазоне, никто до максимума не двигался, поэтому даже если фотография была снята в JPEG, я бы точно так же, без потери качества, сделал бы из чего-то такого, что-то такое, мне бы это всё устраивало. И последнее, это экспортировать. То есть, либо мы обработали одну фотографию, либо мы обработали все фотографии, если мы все фотографии обработали, выбрали первую фотографию, потом зажали Shift, выбрали последнюю фотографию. Они у нас все выделились, и правой кнопкой нажимаем экспортировать. Открывается вот такое вот окно. Оно, ребят, пугает, но здесь всё очень просто. Что нам здесь нужно, это первое, куда мы будем сохранять. Нажимаем вот эту кнопочку и выбираем, как во всех других программах, хоть в Word, хоть в Excel, хоть где, место, куда мы будем сохранять. Выбираем папку, если что-то мы создаём новую папку и нажимаем, вот здесь всё, она будет сохранять там в эту папку, которую мы выбрали. Здесь можно выбрать название, то есть это либо пусть, допустим, я выбираю вот такую вот штуку, Custom Name плюс цифра, номер. И здесь я пишу какое-то своё название там, свадьба. И говорю, что номерует мне все эти фотографии с цифрой 1. И когда я все их экспортирую, у меня все фотографии будут названы свадьба, это будет свадьба 1, свадьба 2, свадьба 3, свадьба 4, свадьба 5 и так далее. Обычно оставляем всё нетронутым, нужно убедиться, что здесь у вас формат JPEG, а здесь убедиться, что формат sRGB, это очень важно, чтобы никакого другого не было формата. Качество 80 или 100% ни при печати, ни при рассмотрении, разницы в этом не будет. Здесь мы ничего не делаем, единственное, что вот здесь нужно включить эту вот штуку, называется Sharp Info, и вот выбрать её, здесь по умолчанию будет Screen, если нет, то обязательно поставьте Screen, а здесь вариант стандарт. Это такое грамотное, скажем так, добавление резкости, чтобы при просмотре на мониторах фотографии смотрелись нормальными, приятными. И, в общем-то, всё. И нажимаем кнопку экспортировать, вот она побежала. Опять же, если фотографий много, может занять довольно много времени начала экспортироваться, поэтому мы сходили, занялись своими делами, потом возвращаемся домой, открываем на компьютере папку, куда мы выбрали экспортировать, и всё у нас здесь экспортируется. А, ну и ещё один момент, ребят, допустим, мы хотим чёрно-белую фотографию сделать. Самый лучший вариант, нажать вот здесь Black and White, и смотрите, что у нас сможем. Фотография уже стала чёрно-белой, очень часто классно стала чёрно-белой, но здесь мы можем, помимо вот этих настроек, в общем, контраст усилить в чёрно-белой фотографии, клирить и усилить в чёрно-белой фотографии, ещё мы можем поработать с цветами, хотя фотография чёрно-белая. Помните, здесь у нас листики были зелёные. Если мы начнём шевелить бегунок зелёного, мы сможем решить, сделать фон темнее или светлее. За цвет кожи чаще всё отличает оранжевый, поэтому мы чёрно-белой фотографии можем этим бегунком чисто вот лица сделать посветлее и потемнее. Губы, допустим, хотим губы сделать чуть выразительнее, да, у нас. И вот этим всем можно поработать. И также, шевеля баланс белого, фотография будет немножко меняться, можно его пошевелить, посмотреть вариант, какой вам больше всего нравится. Ну и всё. Таким образом мы можем сделать классную чёрно-белую фотографию. Так что я думаю, вы убедились, что Lightroom пользоваться довольно легко и техническая составляющая очень простая и очень легка к изучению. И разобраться в ней очень просто. Всё остальное, это дело вкуса и выработка вашего, и тренировка вашего глаза. Чем больше будете обрабатывать, тем лучше и тоньше будете видеть цвет, тем красивее у вас будут фотографии. Посмотрев это и следующее видео, вы сможете уже полноценно пользоваться серьёзными уроками от профессиональных фотографов и моими, и всеми остальными. Ну и не забывайте, что на канале у меня есть подборка видеоуроков для самых начинающих фотолюбителей, для тех, кто только осваивает фотоаппарат. И вот те уроки вкупе с этой будут особенно эффективны. Надеюсь, было полезно. Всем спасибо. Если понравилось, буду рад, если расскажете своим друзьям, ну и сами подпишитесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok